Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу нашему И дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем из города Львова, с Украины Я Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя В эти дни несу служение здесь, в городе Львове Это Западная Украина, Мисту Лева, город Льва Льва из колена Иудина, Иисуса Христа И мы благодарим Бога в эти дни за то, что имя Господа Иисуса, оно здесь прославляется, как нигде, наверное, на всей планете Потому что здесь даже люди каждое утро уже столько столетий, знаете ли, с самого начала этого города Когда люди по утрам здороваются друг с другом и говорят, за место здрасте, говорят Слава Иисусу Христу И отвечают на встречу друг другу, как бы в ответ слышат следующие люди Слава навеки Богу Святому Аминь Это самые прекрасные слова, которые можно только лишь услышать на этой планете Самые прекрасные слова на этой земле И мы молимся о том, чтобы здесь, в городе Львове и по всей Украине и по всему лесу земли отсюда Чтобы вот это словословие Христу Иисусу распространялось Чтобы Евангелие Христово распространялось и до края земли, будем говорить Слава Богу Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья Записывал программы, предыдущие пять программ Записал сегодня я, посвященный как раз предстоящему событию Очень важному событию, в котором наша церковь принимает активное участие непосредственно Это молитва против антисемитизма и нацизма, расизма И молитва состоится и в Киеве у нас, в Киевской архиепископии И здесь, во Львове, и по всей Украине, да и по всему миру, так или иначе Потому что по всей земле, по разным странам будут звучать эти молитвы Это будет через два месяца Два месяца, это не так много остается времени И мы готовимся к этому Проводим работу разъяснительную О пагубности, о грехе Рассказываем антисемитизма, расизма, нацизма И молимся о том, чтобы Господь примерял народы во Христе Иисусе Чтобы пришло спасение ко всем народам Слава Богу И здесь вот мне очень радостно видеть, что здесь, во Львове, действительно славят люди Бога И вот это братство народов и братство во Христе Иисусе, оно существует и оно живо, слава Богу Это прекрасно И пусть предстоящее это событие, которое будет 21, получается 22 марта Ну и 20 марта мы уже начинаем эти молитвы за церковь, за пробуждение в церкви За покаяние церкви, в частности православной церкви, в антисемитизме в целом Потому что наша церковь, она ведет такую работу От Бога очень непростую работу Такую как реформация А реформация это не выдумывание чего-то нового Это реформация Это восстановление чего-то изначально данного Восстановление, возвращение к истокам К основанию, к фундаменту Есть деформация, к сожалению, большинство православных церквей Особенно авторитетных самых и основных И именующих себя каноничными Или супер каноничными Или единственными, как бы неповторимыми К сожалению, грешат вот этим грехом Деформация Но есть не только деформация, деградация церкви Есть реформация, есть покаяние церкви Есть восстановление церкви И церкви нужно кавиться Как говорил один из основателей реформаторского православного движения Даже не то, что один из основателей А вообще отец-основатель, будем так говорить Пионер, первопроходец реформаторского православного движения Служения Это патриарх Кирилл Лукарис Через сто лет после Лютера Поднявший на востоке знамя реформации Что церковь должна каяться Церковь, она погрешима На самом-то деле На небесах, да, безгрешно Но на земле вполне погрешима И много раз ошибалась и ошибается церковь Увы, но есть не только время ошибок Есть время не только разбрасывать камни Есть время и каяться Есть время собирать камни эти И это очень хорошо Что Бог дает нам возможность покаяться Возвратиться к Нему Слава Иисусу Христу И, дорогие друзья В Божьем слове говорится, что Истина делает нас свободными И познайте истину И истина сделает вас свободными И вот через познание истины Действительно в христианстве В церкви обретают свободу Миллионы и миллионы душ Слава Богу И что касается православной церкви Как одну из таких больших И мощных ветвей христианства К сожалению, надломленных ветвей К сожалению, большей частью на этой ветве В целом, если брать Вот огромную ветвь православную Ну, из католической Пратестантской церкви Если брать православную Такую ветвь, то К сожалению На этой ветве еще много Разных таких веточек Больших и малых Большей частью из них К сожалению, надломлены И кровоточат, будем так говорить Знаете, как сок стекает Не доходят до Дальше по Не проходят дальше по Этим стеблям Этим веточкам И засыхают И миллионы душ Засыхают в такой Бездуховности Это печально Потому что Представьте Только вдумайтесь, друзья Десятки миллионов Христиан Православных По-прежнему Обращаются В молитве К Богородице Ну, к Марии К Матери Иисуса Христа Называю Богородицей По недоразумению Многовековому Невежеству Такому, знаете ли Обращаются не только К Матери Иисуса Христа Обращаются К другим Умершим Святым К Ангелам Миллионы И миллионы душ И наивно полагая Как и многие Миллионы католических Верующих Наивно полагая Что это есть Посредники Ходатые К Богу Но на самом-то деле Положа руку на сердце Что можно сказать В Библии Говорится очень четко В Божьем Слове Говорится очень четко Что есть один посредник Иисус Христос Один только Ходатый Пред Богом 24 часа в сутки 7 дней в неделю Только Иисус Христос И Это написано Не только Для протестантов Знаете ли Если бы Павел Написал там послание Допустим Там уже Тимофею И написал бы Что Ну вот То что я говорю тебе Это актуально Только лишь для Будет протестантов Допустим Но для Там Моих братьев Там православных Допустим Католических Моих братьев Это будет не актуально Но Павел Такого не писал И он Писал свое послание Будучи Одним Духом Божьим А не просто От себя И он писал Это для всех нас Для всех христиан И В первом послании К Тимофею Вот хочу вспомнить Сегодня тоже Это место писания Первое послание К Тимофею Вторая глава В пятом стихом Говорится Ибо един Бог Единый посредник Между Богом И человеком Человек Христос И Иисус Предавший себя Для искупления всех То есть Один посредник Великий первосвященник Иисус Христос Ходатай Нового Завета Как Библия о нем говорит Многое очень Мест писания Говорит нам о том Что Иисус Христос Является уникальнейшей личностью Библия святая Рассказывает нам Действительно О том Что Иисус Христос Нет ему равных И ни с кем Его невозможно сравнить И первые верующие Как и Собственно И мы сегодня Уже христиане 21 столетия Православные Католики Протестанты Неважно как мы называемся Неконфессиональные Там верующие Мы по-прежнему Как и первые Христиане Говорим Что ни в ком Оном нет спасения Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым И надлежало бы нам Спастись Только кто? Иисус Христос Иисус Христос И все И конечно Это до гениальности Простая Истина Казалось бы Но она очень трудно Дается нам порой Особенно Вот я скажу За нашу конфессию В целом За православие А я вот Начиная С начала 88-го года В полном служении Нахожусь в православном К сожалению Констатирую факт Что Подавляющее большинство И священнослужителей Даже И тем более прихожан Каков поп Таков приход Будем так говорить Эту простую истину Не понимают И не принимают И Стараются люди Почему-то Идти своим путем Но лучше Идти путем Божьим И сам Господь Иисус Христос Сказал У Иоанна Записано 14.6 Я есть путь Истина И жизнь И сам Иисус Христос Подчеркивает Что ни в ком На мне спасение Что никто не приходит К отцу Как только лишь Через меня Он говорит Через Иисуса Христа И знаете ли Тоже Иисус Христос Он не сказал Что то что я говорю Сейчас это только лишь Для протестантов Будет актуально Нет Он сказал Это для всех нас И он для всех нас Не только для протестантов Он это говорит Для всех нас говорит Придите ко мне Он не к моей маме Он сказал Не к моим друзьям Апостолам Не к пророкам Мученикам Не кому-то еще Не ищите там Друзья Если вы ищите То каких-то посредников Богу Но сегодня я думаю Пора Завершать этот поиск Потому что Зачем велосипед Изобретать Он уже изобретен Это до гениальности Простое библейское утверждение Что есть посредник Первого священия Ходатай Нового Завета Иисус Христос Человек Христос Иисус Чтобы никто Ни на Бог Не подумал Что Иисус Он Такой Посредник Поскольку Поскольку Нет Нет Он человек Христос Иисус И призовите его имя Обратитесь к Богу Во имя Иисуса И Это есть законный Божественный путь И сам Иисус Христос Он говорит Что Перелазивающая Индия Ну это славянское выражение Изначающее Другим путем Как бы Пытающийся Это есть путь вора и разбойника Вора и разбойник И Зачем нам идти воровским Каким-то путем Разбойничим путем Пытаться Пробиться В Царство Небесное Когда есть открытая дверь А эта дверь Иисус Христос И вот в этом Реформация В нашем покаянии Реформацию Можно назвать Вот одним словом Тоже Понятным для многих христиан Это покаяние Покаяние На еврейском Это шва Возвращение То есть Вот это Реформация Возвращение Когда мы возвращаемся К нашей первой любви Возвращаемся К Божьему слову Как именно Авторитету Нашему Не просто В золото Серебро Его Обкладывая И выставляя Напоказ И Целуя Это Слово Красивый Он распев Читая Зажигая Под ним Свечи Нет Божье слово На вашем телефоне Оно такое же Богудухновенное Как и На бумаге Есть печатные издания Пожалуйста Есть Сейчас Время уже Цифровых технологий Сейчас Библия Актуальна для нас В таком цифровом варианте Потому что Много разных переводов На На одном планшете На одном компьютере Можно иметь Много разных переводов Библии На разные языки мира Пожалуйста На оригинальном языке На ибрите На акреческом С номерами Стронга Можете проверять Перепроверять Учиться Столько поколений Два тысячелетия Христиане жили И могли лишь мечтать О таком времени В котором нас Бог поместил По милости своей Слава Богу Когда и на земле И на околоземной орбите Прославляется имя Господа Иисуса Христа Когда люди На самом деле Сегодня имеют Великое Ну Преимущество Будем так говорить Перед прежними поколениями Имея возможность Читать Библию На своих родных языках Сегодня Действительно Это Ну Великое чудо Мы живем В дни Когда исполняются Библейские порочества В том числе Порочества о том Что Евангелие Царство будет проповедено Всем народам Во свидетельство им И тогда придет конец И мы благодарим Бога За то Что Господь приближается За то Что Господь близ На преддверях Слава Иисусу Христу И Вновь Возвращаясь К тому С чем он начинал И о чем были записаны Эти предыдущие Пять программ Я говорю что Вот в марте месяце Когда мы будем молиться Собираться вместе Христиане Я хочу вновь и вновь Напомнить всем Что не только Раз в году Мы должны это делать А вообще На протяжении своей жизни Изо дня в день Из года в год Молиться О мире Иерусалиму Прося Мира Израилю И всей нашей Истрадавшейся планете Потому что Всем нам нужен Мир с Богом Потому что Только лишь в нем Успокаивается Душа наша Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Пусть Господь Бог благословит Всех вас Мир Всем вам Шалом Слава Богу